Охрана здоровья школьников – одна из важнейших задач, ведь в образовательных учреждениях продолжают возрастать нагрузки, уменьшается двигательная активность детей. Многие школьники предпочитают проводить свободное время у телевизоров и компьютеров. Педагоги, врачи и вся система профилактики направлена на снижение количества юных курильщиков. С детьми проводят беседы о вреде алкоголя и употреблении наркотиков. Чтобы оградить подрастающее поколение от этих пагубных привычек, педагоги средней школы номер два составили целый план различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Один из школьных дней учителя совместно с учащимися решили посвятить профилактике вредных привычек. «Здоровым быть здорово» – под таким названием состоялся классный час у четвероклассников. Ребята в развлекательной форме повторили все те правила, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить здоровье. Я сегодня узнала, как можно закаляться и что нужно делать, чтобы быть здоровым, как нужно соблюдать личную гигиену. Это было очень интересно, мне понравилось. Мне нравится здоровый образ жизни, нужно соблюдать все правила, а также делать водные процедуры. Нельзя никогда долго сидеть с компьютером, нужно всегда соблюдать здоровые процедуры и образы жизни. Сегодня я много узнала о здоровом образе жизни. Я узнала, что больше надо гулять на улице с подружками, с друзьями, что надо проводить водные процедуры. Я сегодня узнала, что надо бегать на стадионе, надо мыться, соблюдать правила здоровья. Надо с подружками ходить на всякую зарядку. Я узнала, что больше надо ходить в лес, гулять с друзьями, бегать, заниматься спортом. Мы провели классный час, проводим в четвертом классе по здоровому образу жизни. Здоровье – это здорово. Целью, конечно, классного часа является пропаганда здоровья, чтобы дети знали о таком понятии здоровья, что можно делать, чего нельзя, чтобы быть сильными, крепкими. Ну и, естественно, это все в развлекательной форме, чтобы это было интересно. В этот день в школе были задействованы практически все. В спортивном зале ребята проявляли свои лидерские качества и спортивные способности. Команды сражались в веселых стартах. Тема у нас «Спорт против наркотиков». Спорт против наркотиков обозначает то, что когда человек приходит со школы, он не сидит, не принимает эти вредные вещества. Он занимается спортом, ходит на улицу, занимается в разных секциях, ездит на соревнованиях, играет с друзьями, ездит на велосипеде и занимается очень многим для здоровья. Это мероприятие полезное, потому что это спорт. Мы проходим разные эстафеты, и это к нам лучшему, мы будем более здоровы. Веселые старты обычно это для малышей с 1 по 6 класс. Во-первых, это дружба, это команда, это азарт, это соревновательный момент. Дети очень любят этот вид спорта. И вообще, я хочу сказать, чтобы дети занимались спортом и не употребляли наркотики. Тем временем в 6 классе тоже состоялся тематический час о преимуществах здорового образа жизни. В беседе ребята узнали, как необходимо сохранять здоровье и что для этого нужно делать. На уроке школьники использовали театральную постановку. Пустим все болезни, промчатся с дороги, дарите людям радость и сердце свет, и будете здоровы много-много лет. Из урока ребята сделали вывод, что самое лучшее противопоставление наркотикам – это активная жизненная позиция, здоровый образ жизни, занятия спортом. Своё отношение к этой проблеме учащиеся отразили в рисунках и плакатах. Это мероприятие было посвящено, чтобы дети знали толк в жизни, не употребляли наркотики и вредны для этого привычки. Чаще всего дети именно это и делают, они ставят ошибки в своей жизни. Поэтому мы должны предотвратить это. Я считаю, что эти мероприятия должны проводиться более чаще и во всех школах. Чтобы отучить хотя бы 50, может быть и 100%, понимающие дети уже начинают вред этих привычек понимать, не употребляют ничего и учат других детей, вот как мы сегодня показали, учат детей отучаться от наркотиков, от сигарет и всего подобного. Такой спортивный день, по мнению педагогов, позволил создать позитивный эмоциональный настрой у школьников. Регулярная работа в этом направлении способствует формированию здорового образа жизни, а в нём, как известно, нет места вредным привычкам. Сегодня у нас в школе проводятся мероприятия по профилактике вредных привычек. Но традиционно считается, что школа – это обучение. Помимо обучения, главную роль и, наверное, важную роль имеет воспитательная работа, воспитательные мероприятия. Мы говорим с детьми о здоровом образе жизни, потому что, когда человек здоров, это и учёба, это и всё остальное. Здоровые детки – это умные детки, детки, которые учатся хорошо. Сегодня проведено много мероприятий, задействованы классы все с 1 по 11. Это традиционно в нашей школе. Я призываю всех заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, ну и быть здоровыми. Будьте здоровы!